Лествица Казалось бы, долгий путь. Может быть, раньше надо было молиться, просить Бога, чтобы Он тебя услышал, но, оказывается, молитва тоже должна быть чистой, и осмысленной, и творимой на понятном языке, как долго мы изучаем язык иностранный. Два, три, кто-то четыре года, и то в совершенствовании не может изучить его. А к молитве мы очень часто относимся очень просто. Казалось бы, скажи Господи помилуй, и всё, и ты уже молишься. Нет, не так это оказывается. Если ты хочешь иметь сильную молитву, чтобы тебя слышали, пройти надо по этой лестнице. И вот тогда молитва будет та, о которой, в общем-то, и пишет им Лествичник. Преподобный Иоанн. Игумен Синайской горы. Лествица. Двадцать восьмая ступень. О священной и блаженной молитве. Вот как молитва называет сам Иоанн Лествичник. Она – из пребывания и соединения человека с Богом. Стена, защищающая от скорбей. Дело ангелов. Источник добродетелей. Виновница дарований. Пища души. Просвещение. Ума. И дальше ещё много определений, которые дают понять. Если научился молитве, то стал другим человеком. Стал Божьим. Мы сейчас ищем образ Божий в себе, пытаемся его найти, пытаемся его как-то откуда-то вытащить, из этого хлама, суеты, в общем-то, заваленным, этот образ Божий поднять. Вот первый урок молитвы от святого Иоанна Лествичника. Когда идёшь предстать пред Господом, да будет вся риза души твоей соткана из нитей, вернее же сказать, из залога, не памятозлобия. Если не так, то не получишь от молитвы никакой пользы. А следом за призывом не держать ни на кого никакого зла, Лествичник учит, что молитва должна быть очень простой. Не употребляй в молитве твоей премудрых выражений, ибо часто простой и неухищрённый лепет детей был угоден небесному Отцу их. Не старайся многословить, беседуя с Богом, чтобы ум твой не расточился на изыскание слов. Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно из речений, исполненное верой, спасло разбойника. Многословие при молитве часто развлекает ум и наполняет его мечтаниями, а единословие обыкновенно собирает его. Что нужно сделать, чтобы начать молиться? Надо увидеть Бога одного, вот без всего, без всех, чтобы Бог был всегда у тебя перед глазами. Псалмопевец Давид говорит, ищите лице Божие. Когда ты видишь Бога перед собою, наверное, молитва особо сильная. Вот ещё одно условие настоящей молитвы от святого Иоанна. Вера возгрыляет молитву, и без веры молитва не может возлететь на небо. Что самое главное в молитве? Вера. Об этом сказал сам Христос. Когда молитесь, когда просите что-либо, веруйте, что это получите. И вот вера в молитве самая важная. Взаимоотношения детей и родителей, они строятся именно на этом доверии. Чистое сердце ребёнка общается с родителем. И его нельзя обманывать. Бог не обманывает нас. Если мы что-либо просим у Бога, то Бог не будет играть с нами в какие-то шуточки. Дам, не дам, посмеюсь, не посмеюсь. Он или даёт, или говорит, что это тебе не полезно. Воздержись от этого. Пример молитвы даёт сам Христос здесь, на Елёнской горе. Да, действительно, ученики приступили к Спасителю. Говорят, вот Иоанн Креститель. Он научил своих учеников молиться. И ты научи нас молиться. Именно с этого, в общем-то, и должна начинаться молитва. Любая молитва человека или молитвенный подвиг человека. Господи, научи меня молиться. Слова данные здесь ученикам молитвы и теперь знают на всех континентах. Отче наш, ижеиси на небесах. Да светится имя Твое, да прийдет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днись. И остави нам долги наши, яко же, и мы оставляем дожняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. В этой молитве сосредоточена воля Божия надо мной. Я в ней отдаю полностью всего себя Богу. Там нету, там есть только чуть-чуть меня в этой молитве. А все остальное есть я в Боге. Рассказав, как начать молиться, листочник открывает нам, о чем молиться. Прежде всего, изобразим на харте нашего моления искреннее благодарение Богу. Прежде всего, благодарение. Потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве. После всего, да представляем царю всяческих наши прошения. Сей образ молитвы, когда вот начинается благодарение, а заканчивается просьба о чем-то, сей образ молитвы есть самый лучший. Я дерзаю добавить сей замечательный список. Началом и концом. Начало все-таки надо побыть в тишине, чтобы чувства твои пришли в ровное состояние. Потом испросить прощение у всех, кого ты обидел, с кем общался. Мысленно испросить прощение. А закончить, Господи, не как я хочу, а как ты, Господи, хочешь. За все благодарить призывает и апостол Павел. Перед этим наставляя непрестанно молитесь. Есть короткая молитва, которой молятся непрестанно. Это Иисусова молитва. Всего восемь слов, которые называют пятым Евангелием. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешно. Она действительно изменяет человека. А чем и как? Кто призовет имя Господне, тот спасется. Покайтесь, говорит Господь, это начало духовного роста. Кто признает Иисуса Сыном Божиим, тот войдет в Царствие Небесное. А в этой молитве сконцентрировано абсолютно все. Вся наша вера, все наше исповедование и весь наш внутренний бомб. В этих вот нескольких словах? Да. Причем очень интересно, эта молитва, соединенная именно с дыханием, они начинают видеть фаворский свет. Именно об этом пишет Григорий Палама, о том божественном свете, не вещественном свете, а именно о небесном свете, который человек начинает видеть, ощущать после творения этой молитвы. Иоанн Весечек назвал три основные элемента, которые присутствуют в полноценной молитве. Это, во-первых, благодарение Богу, во-вторых, испрашивание очищения от грехов, и, в-третьих, наконец, обращение к Богу о помощи в наших житейских делах. Так вот, молитва Иисусова, которая заповедана святыми отцами, она действительно содержит в себе все эти три элементы. Если я обращаюсь к Богу о помиловании, то по какой причине? Только потому, что я верю и знаю, что ты мне всегда помогаешь. Поэтому вот в этом самом обращении о помиловании содержится, что уже благодарение Богу. Он говорит, благодарю тебя, я знаю, и обращаюсь поэтому к тебе. В отношении того, что молитва действительно даёт возможность нам очищения от наших грехов, это, так сказать, все уверены, все знают, и в какой-то степени все переживают. Поэтому в молитве Иисусовой и это, по милу имя грешного, опять-таки присутствует с полной силой. Мы помним замечательную беседу Матавилова с Серафимом Саровским, во время которой он засветился, он преобразился, и Матавилов вдруг понял, что это такое, что это такое преобразиться. Это мгновение описано теперь на многих иконах. Старец преобразился перед Николаем Александровичем Матавиловым в ноябре 1831 года, в лесу, неподалёку от Саровской пустыни. А что это было? Это было явное или физическое видение Духа Святаго, который действует в человеке. Это, как сказал Антоний Сурожский, отблеск божественной славы на лице святого человека. Они говорили о цели христианской жизни. Собственно, в этом преображении и есть эта цель. Матавилов после этот разговор записал, и рукопись опубликовали спустя 70 с небольшим лет. Маленькая книжица стала большим сокровищем о духовной жизни человека и смысла всего, что с нами происходит. Могила Матавилова теперь не вдалеке от мощей святого Серафима в Серафимодивеевском монастыре. Как так молиться, чтобы со мной, с каждым, произошло то же, что произошло тогда с Матавиловым? Матавилов увидел внешнее состояние святого человека, преподобного Серафима Саровского. Оно очень важно для, наверное, окружающих людей, но не для внутреннего человека. Для внутреннего человека достаточно того, что у него есть там, внутри. Для Матавилова это было необходимо увидеть, и поэтому Господь попустил, чтобы лицо преподобного Серафима озарилось светом. Как некогда Матавилов пришел к преподобному Серафиму, так, в общем-то, и мы сейчас приходим на могилку к Матавилову, читаем его книги, для того, чтобы понять ту жажду, которая была у Матавилова к благодати, источающей преподобным Серафимом Саровским. Вот эта жажда, вот ей мы должны подражать. Вся эта глава, лествица – это скрупулезная инструкция, как молиться так, чтобы получить просимое и преобразиться, как Серафим Саровский. Старайся всегда возвращать к себе уклоняющуюся твою мысль, или лучше сказать, заключай ее в словах молитвы. Если она утомится и впадет в развлечение, то опять введи ее в слова молитвы. Вот другое. Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие помыслы при самом их появлении. Что такое? И как управлять мыслью молитвы? Мы должны быть внимательны, когда мы открываем свою душу Богу. Потому что мы можем начать говорить не с Богом, а с самим собой. Бог знает, о чем мы будем молиться. Но Богу очень важно, чтобы мы сформулировали свою молитву, чтобы мы ее сказали. Как же сосредоточиться? Сосредоточиться надо полюбить Бога, полюбить именно Его, кому ты молишься. А все остальное, оно придет. И теплота сердечная, и внимание, и сам Господь будет рядом присутствовать здесь. Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие помыслы при самом их появлении. Середина же ее в том, чтобы ум заключался в словах, которые произносим и помышляем. А совершенство молитвы есть восхищение ко Господу. В церкви человек стоит, а ему какая-то гадость стыдная лезет в голову. Отчего так? Я думаю, что это одно из самых простых событий в нашей жизни во время молитвы. Мы здесь четко можем сразу понять, что это не от нас. Откуда это? Это от лукавого, это от беса. И мы можем понять, насколько это гадко, мерзко и непристойно нашей молитве. Если мы понимаем, что это не от нас, от лукавого, мы можем очень быстро это победить. Если не остановимся и не будем эти скверные, гадские мысли жевать и рассматривать. Святые отцы решительно предупреждают и говорят, как только приходит дурная мысль, надо немедленно ее прекращать. Сразу говори, Господи Иисусе Христе или Господи помилуй, немедленно блажен муж и же имет, возьмет и разбеет и разобьет младенцы твоя, о камень. Святые отцы говорят, младенцы – это еще вот те мысли, которые приходят, это еще младенец. Ты с ним справишься моментально. Но если ты позволишь ему развиваться, то он скоро станет великаном, который будет командовать тобой. Поэтому предупреждают, тут же надо прекращать дурные мысли, чем молитвы. И тогда мы будем спасены от действий этих бесов. Выходит, если знать, что скверные мысли, приходящие в молитве, а не от бесов, а оружие против них – это как раз молитва, то надо просто претерпеть и не потерять молитву. Лесточник открывает, ибо они и сами по себе скоро от тебя отступят, потому что нечистые эти не хотят видеть, чтобы ты молитвы получал венцы за бронь с ними. И сверх того, опаляемые молитвы как огнем, они принуждены будут бежать. О, они негодуют. Они просто выворачиваются наизнанку. Это для них самое страшное, что может быть в жизни человека. Что для них страшнее всего? Пост, молитва, как говорит сам Господь. Это раскаленное железо, которым их, скажем так, гонит человек от себя. Это та святая вода, которая боится любой небес. Это тот ладан, который, в общем-то, изгоняет лукавого из твоей жизни. То есть, если ты хочешь быть чистым, для этого надо изгнать лукавого беса из твоей жизни, молись и пастись. Имей воздержание. Иногда не собрать ум в своих словах молитвы. Тогда его можно сфокусировать на странице молитвослова. Молитвы по молитвослову, чужие молитвы, это камертон, который настраивает струны нашей души на молитву. Мы открываем молитвослов и смотрим, как молились великие люди, которые стяжали благодать у Бога, которые стали святыми, как они молились. И настраиваясь их молитвой, мы сами возвышаемся к Богу. Мы понимаем, как надо молиться. И когда этот камертон настроен, тогда возможно и открывается в молитве обратная связь с Богом. Господь к нам обращается постоянно. Он обращается к нам через травку какую-нибудь, через кружевник обращается, он обращается к нам через ближних, через жизненные обстоятельства. Он может обратиться к тебе через твою совесть. И эта совесть обязательно тебе подскажет. Общение Бога с человеком это всегда очень личностное общение. его надо искать, его надо слышать, к этому надо быть готовым услышать голос Божий. Лесточник этот голос называет извещением. Извещение о том, что прошение наше услышано Богом, получаем во время молитвы. Извещение есть устранение сомнения, извещение есть достоверное объявление неизвестного. Вы такие извещения получали в жизни во время молитвы? И я, и ты, и все люди получали это извещение. У нас неразрешенный вопрос какой-либо. Мы не можем понять, сами решить, как разрешить данный вопрос. И мы начинаем молиться. Господи, открой мне это. Мы волнуемся, время должно поджимать, а может и не поджимать, надо принять какое-то решение. В этом состоянии мне неудобно находиться. И вдруг мир и тишина спускаются в твое сердце. Вдруг мир и тишина в твоей жизни воцаряются. и ты можешь уже непредвзято, без страсти принять решение. И оно будет на самом деле правильным и от Бога. Потому что ты это делаешь в мире. В мире с Богом, в мире с собой и в мире с ближним. Может поэтому и молитва за других может так много дать тебе самому. Если кто-нибудь просит тебя помолиться о нем, то хотя бы ты и не стяжал из удара молитвы, не отрицайся, ибо часто вера просящего молитвы спасет и того, кто молится о нем с сокрушением сердца. Молитва за ближнего она отнимает очень много сил. Мы тем самым своей молитвой свидетельствуем пред Богом, что во-первых мы любим ближнего и во-вторых что мы готовы вместе с ним пройти эти трудные испытания. Мы готовы за него скажем так тоже пострадать. И в этом, наверное, разгадка креста патриарха, главы церкви, главного нашего молитвенника и предстоятеля за нас перед Богом. мы молитву этого человека можем патриарха сравнить с той полноводной рекой, в которой стекаются множество маленьких речушек, ручеков, капелек. То есть мы все, вся церковь молится о своем предстоятеле и как бы наделяет его полномочиями, просит у Бога даровать ему силы предстоять за народ и просить о всех событиях, которые, в общем-то, должны свершиться в жизни этого народа, в жизни церкви, которую он возглавляет. действительно, молитва предстоятеля, будь то епископ или патриарх, она, в общем-то, особая молитва. Господи же, пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим не спаславой, таго благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих теся. Вот описанный лествичником итог этого пути к совершенной молитве. Кто стяжал Господа, тот уже не скажет своего слова в молитве, ибо Дух Святый тогда молится о Нем и в Нем воздыханиями, не изглаголанными. Есть молитва как правило, а есть молитва как молитва. И вот молитва как молитва, она может несколько раз в жизни только прийти. А молитва как правило, она должна быть постоянной. Олимпийскими чемпионами становятся один, два, три раза в жизни, кто-то, ну, может быть, пять раз в жизни, а тренируются каждый день. Момент этой олимпийской победы в молитве Лесточник тоже описывает. Вкусивший молитвы часто произношением одного слова оскверняет ум. И ставший потом на молитву не находит вождолеваемого, что он находил прежде. не оставляя молитвы, пока не увидишь, что огонь и вода слез промыслительно отошли от себя. Может быть, во всю жизнь свою не получишь такого времени для прощения грехов. Но молитва, она не только совершается именно в проговаривании текстов, не только в сердечном участии в этих текстах, но молитва, она может быть еще и везде присутствие Божие. То есть, вот, когда ты ведешь себя так, как будто ходишь пред лицом Божиим, ну, допустим, ты на все берешь благословение. Да. Причем, ты всегда будешь слышать ответ. Если совесть у тебя заполнена Священным Писанием, если сердце твое погружено в Священное Писание, ты всегда услышишь ответ Божий. Ты всегда можешь задать вопрос, Господи, благослови перевести пожилого человека через дорогу. услышь ответ, конечно. Господи, благослови мне приготовить суп. И услышь ответ. Серафим Саровский умер, облокотившись на эту табуретку. Он стоял на коленях перед ней, перед этой иконой, облокотившись на табуретку и молился. Вот она тут попаленная чуть. Говорят, эта свечка, которая была у него в руках, она упала на эту табуретку, которую он же и сделал когда-то своими руками. Я думаю, как надо было жить всю жизнь, чтобы вот так умереть на молитве. Очень интересно, что сейчас многие верующие люди, если, может быть, не все, хотели бы точно так же помолиться, облокотившись на эту табуретку. Что же происходит такое со святым человеком в молитве, что все, что вокруг него находится, оно освещается его присутствием. Человек осаливается молитвой. Молитва, как соль, проникает во все его естество, как соль, которая концентрирует, как соль, которая делает этого человека, ну, назовем так, однородным. Он полагает свое начало в духе и стремится к духу, и молитва его ко Господу именно в духе. И этот дух проникает во все его естество. Человек стоит пред Богом, человек находится в Боге, Бог находится внутри него, но не растворяется в нем, и человек в Боге не растворяется, сохраняя свою личность, а пребывая, обоживаясь, так называем, возвращаясь в райское состояние. Молитва изменяет абсолютно всего человека, но молитва это не действие только одного человека. Молитва это еще действие Бога в человеке. Вот и последние строки на этой ступени лестницы открывают секрет самой настоящей и самочистой молитвы. Будь мужественен во всех случаях, и сам Бог будет твоим учителем в молитве. Нельзя словами научиться зрению, ибо есть природная способность, так и благолепие молитвы. Нельзя познать от одного учения, ибо она в самой себе имеет учителя, Бога. То есть настоящая молитва только от Бога? Да, только от Бога. Человек в молитве обращается к Богу. Господи, я хочу быть таким, как Ты. Я хочу быть с Тобою. Я хочу быть также наполненным той любовью, которой есть Ты. И вот когда человек достигает этого, когда Господь полностью его осаливает молитвой, Духом, то тогда у него молитва совершенно другая. Мы себя очень часто заставляем молиться, но осоленный человек Духом Святым, он уже молится всем своим естеством, молится все его естество, молится его тишина, молится его сердце, все молится, даже вся его жизнь, даже все его поступки становятся молитвой. И все вокруг освещается, и эта табуреточка, и окошко, и все, 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 все. Субтитры